Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл и я разработчик спиннингов Nord Stream. Сегодня я хочу сделать долгожданный многим обзор о спиннингах Finreer. На самом деле это серия, скажем так, из Asgard Collection, то есть это топовые Nord Stream серии. И сделаны эти всего лишь две модели 862 MMH и 902 MH специально для двух типов рыбалок. Это рыбалка, в первую очередь, ночная рыбалка на воглер и во вторую очередь это дальний заброс, это ловли жереха, ну и как бы там другой рыбы, если надо кого-то что-то достать. Вот у меня в руках 862 модель. Как я уже говорил, их всего лишь две, 862 и 902. И я сейчас просто кратко расскажу, что такое вот как бы Finreer не в плане назначения, я уже сказал, да, а именно с чисто технической точки зрения. Значит, во-первых, начнем с того, что бланк здесь, как и у всего Asgard, это препреги Mitsubishi. То есть не просто митсубишеский материал, а это именно препрег, из которого сделан вот этот Finreer. То есть они отличаются повышенной стойкостью, относительной сухостью, вот, ну и соответственно чувствительностью, надежностью. И самое главное, что эти материалы, эти препреги содержат очень низкое количество связующего. То есть чувствительность из-за того, что она не гасится связующим, здесь максимально высокая. Но в данном случае, так как спиннинги в первую очередь рассчитаны на прямую проводку и легкое поддергивание, то даже не самая важная вот здесь вот эта нам чувствительность, а то, что сам бланк, он работает немножко по-другому из-за того, что связующего меньше, вот, и гораздо легче делается довольно дальний заброс. Не обязательно там колебалками, это я вам покажу потом в конце, вот, а в принципе и воблерами, и там крэнками, если надо, и всем остальным. Итак, по Finreer, как я уже сказал, это Mitsubishi, здесь у нас даже написано, что это Yurisii, вот, дальше, не важный момент, катушка-держатель. Катушка-держатель я здесь поставил двойной, то есть футовский двойной держак, почему? Вот сейчас покажу, как бы вот это раз, и вот это вот два. То есть мы сначала одну гайку закручиваем, потом, соответственно, закручиваем вторую. Сделано это для того, что если ты вдруг ловишь ночью, как бы, ну, отвлекаться вот на эти все вещи, там, бывают у кого-то держаки разбалтываются, в зависимости от хвата. Вот, здесь этого не надо. Четко фиксируется держак, он намертво стоит, и ничего с ним не будет. Форгрипп относительно небольшой, нам не таскать крокодилов, нам самое главное, чтобы можно было, как бы, при проводке ночи держать пальцы в районе бланка, так держат, так держат по-разному, чтобы удобно было именно делать эту легенькую-легенькую тактильную проводочку воблера. Дальше, длины. Длины специально такие сделаны довольно большие, но и не трешки. То есть вот эта оптимальная длина, чтобы, с одной стороны, закинуть далеко, с другой стороны, чтобы можно было нормально оперировать рабочим воблером. Теперь разница по моделям. 862 в первую очередь сделан под рыбалку именно воблерами, там, в диапазоне 10 грамм, 7, и там, заканчивая, условно говоря, там, 15-18. Да, 23 он тянет, это мы тоже покажем, но самое главное здесь, в этой модели, это легкий заброс, довольно дальний заброс, относительно легких воблеров. И возможность вот именно легкими подергиваниями, как бы, вот работы именно с этими воблерами на течении, когда мы ночью сплавляем воблер, потом, значит, обычно мы делаем заброс там под 45, под 90 и начинаем потихонечку-потихонечку его проводить. Вот для того, чтобы вот почувствовать малейший нюанс игры воблера, вот для этого этот спиннинг и сделан, в первую очередь. Значит, в чем его минусы, скажем так. Минусы в том, что поджигу это не лучший вариант. Просто сразу скажу, очень многие, опробовав даже Финдрил, говорили мне, Кирилл, это как бы нормальный хороший спиннинг, не только под воблеры, не только под дальний заброс колебла, не только под определенные крэнги, потому что строй здесь средний-быстрый позволяет нормально работать с крэнгами, но еще он неплохо поджиг. Ну, что я могу сказать, в принципе, как говорится, спивком потянет, но максимальная чувствительность именно падения приманки на дно, вот здесь, например, как в Экспириенсе, ее не будет. То есть, если вы хотите купить универсальный спинник и основной акцент у вас идет на воблеры, да, вполне подойдет, потому что среди универсалов, как бы, по джигу ему конкурента найти будет довольно сложно. Но, если вы хотите именно больше джиговый инструмент на дальний заброс, Финдрил это не для вас. Сразу хочу предупредить, потому что вопросов у меня уже накопилось много, именно, давайте вот попробуем по джигу. Не попробуем. Можно, но, скажем так, сильно факультативно. По крайней мере, это мое видение, как я понимаю, именно джиговой ловли. То есть, когда я не понимаю, какое у меня дно в 70 метрах, условно говоря, ну, у меня там твердое или мягкое, вижу отбой, вижу, чувствую, какой-то человек в руку, для джига, в принципе, этого недостаточно. Вот, это все лирика. Значит, в первую очередь назначение я пояснил. Давайте теперь покажу, в принципе, как вот, чего он кидает. Вот у меня стоит дайверская девятка, Т-домино, очень легендарный воблер, именно такой ночной с удачей. В том числе, весит он как раз ровно 7 грамм, то есть, это низ этого спиннига. Не напрягаясь за врос, ну, мерить не буду, примерно, по ее темнее метров, вот где-то в районе 35 он улетел. Ну, вот, то есть, не рекорд. Ну, и, как бы, сам воблер не отличается такой повышенной летучестью. Самое главное, даже не в этом, самое главное в том, что вот спинниг сделан построен так, что есть возможность во время такой проводочки, именно с удачей ночной, его поддергивать. И вот, как раз, спинниг не должен проваливаться на поддергивание от самых низов, ну, как бы, здесь он с большей вероятностью вытернет приманку, если он будет неправильный, здесь не выдергивает, и до самых верхов. То есть, вот, вверх 23 грамма, воблер можно вести на довольно сильном течении, слегка его поддергивать, и валиться он не будет. Это не твичинговый спиннинг, сразу хочу предупредить, то есть, как бы, твичинговые спиннинги это очень жесткие, мощные палки, которые позволяют делать там ударные проводки, нет, здесь этого нет. Этот спиннинг именно для того, чтобы вести впрямую, и делать легкие-легкие ударчики, когда надо. С этим он справляется на ура. Собственно говоря, вот, блажный финнинг такой, он относительно быстрый, именно для того, чтобы можно было спокойно, четко, вот, работать на течении, поддергивать в облерочке, и там пытаться чего-то иногда поймать. Вот, сейчас полетело подальше, ветра у нас нет никакого. Вот, смотрим вершинку, вот я веду, как бы, девятку, вот эту вот, и потихонечку могу позволить себе сделать легкие-легкие подергивания. Сейчас я поставлю что-то помощнее, то есть его максимальный верх. Ну, поставим, наверное, макс-квада. Упористый, зараза, тут с восьмой. Кстати, на него тоже иногда ночью судак неплохо клеет. Вот. Собственно говоря, лично я позиционирую вот именно 86-й модель, как наиболее универсальную и оптимальную для ночного ловли судака. Почему? Потому что вот в тест 7.23 туда попадают практически все воблеры, почти все воблеры для ночной ловли. Если вы там не фанат, реально там крупных размеров, иногда бывает нужно, работает, вот тогда вам нужен другой инструмент. Ну, а об этом чуть попозже. Так, покидал низа, минимум. Сейчас ставлю его разумный максимум. Вот он, 128 макс-хват. Вот. Я что-то вот троса бы даже на рейнджи не взял. Ну, да ладно. Обойдемся без. 21,5 грамм, почти самый верх, и при этом довольно упористый облак. Здесь у нас течение, несмотря на гладь такую, присутствует. Она все-таки там не сильно слабенькая здесь она, но и не очень сильная. То есть, такие усредненные вариант по ночной ловле. Поверьте мне, на более тяжелых, как бы, на более упористых весах, на более сильных течениях я эти спинги уже испытывал, как бы, ничего не валится, а работает. Заброс полетела прилично подальше. Полтинчик примерно где-то есть. Вот, и пошли. Вот мы ведем его сейчас по течению. И делаем легкие ударчики. Для того, чтобы соблазнить ночью. Ну, что, надо будет соблазнить какую-нибудь судачку. То есть, видно четко, что вершинка не проваливается. По бросковости. Значит, сейчас я расскажу про особенности, там, второй модели. Покажу, что надо. А потом мы проведем такой простенький тестик. Мы побросаем на берегу. У меня с собой лазаем в бельномер. Попросим моих сокомандников, с товарищей нам поассетировать. И посмотрим, насколько же реально можно забросить вот фенрирами колебалку с определенными плетенками, скажем так. Вот, на какую дистанцию. Сверх дальности не будет. Все-таки длина 2,60 и 2,70. Этому я уже там уверен 100%. Ну, и, как бы, в грязь лицо мы не ударим. Так. В принципе, вот он. 86-й. Скажем так, оптимальный инструмент для ловли именно вот такого вот ночного судака. Зачем же я сделал вторую модель? Если вроде все, как бы, оптимально. А вот не совсем и так. Потому что, значит, есть два момента. Момент номер один. Иногда требуется действительно, там, приличный дальний, более дальний заброс. То есть, мы сейчас прекрасно понимаем, что, когда мы говорим, там, заброс, там, примерно, условно, там, 65, там, и 75-80 метров, это довольно большая разница. Так вот, чтобы вот эти 15 метров выжить, во-первых, была сделана вот эта вот модель вторая, девятка. И, во-вторых, во-вторых, как бы, воблерами, там, класса, условно говоря, макс-класса 28, все-таки ночная ловля судака не ограничивается. В том ключе, что, на самом деле, есть приманки более крупные, более упористые, и в некоторых регионах, местах, как бы, ну, и даже в некоторых, там, временах года, судак очень любит что-нибудь покрупнее. Я вот с этим сталкивался неоднократно. Вот. Поэтому четко понимаю, что нам нужно именно второе удилище, которое будет рассчитано, в первую очередь, на дальний заброс, и на довольно упористые, серьезные приманки. Поэтому вот, Фенрир, 902-й, МАШ, с тестом 1032. То есть, вот в этот тест, 1032, входит, в основном, это что у нас? От средних воблеров, скажем так, вот, девяток, там, десяток, и до довольно упористых, крупных, больших воблеров, которые иногда судак просят. Так же в это входит что? Все именами любимые колебалки, там, весом в районе 30 грамм. Унсовые кассмастеры, чуть побольше, там, многочисленные пилькеры и прочее, прочее. То есть, вот именно то, что можно кинуть там, вдаль светлого. Вот. Сегодня покидаем, тоже я покажу, как это кидается, вот этой моделью. Значит, теперь в чем отличие от 862-го? Этот спинник более регулярен. То есть, вот именно за счет вот этого строя мы можем делать гораздо легче дальний заброс. Я не говорю о том, что все здесь именно сделано для максимального достижения дальности. Скорее, не так. Дальность можно дать, там, разными путями. Здесь все сделано для того, чтобы дальний заброс был легким. Чтобы не надо было выпрыгивать из штанов, и, соответственно, там, пытаясь прорастить, там, 2-3 метра в дистанции, вот, сильно-сильно напрягаться. То есть, основной принцип Фенрира, ты махнул, ну, там, посильнее, послабее, это уже отдельная песня, да, и оно у тебя полетело. Вот. Вот эта модель, именно, даже больше, чем 82-я, сделана под то, что ты махнул, и у тебя оно куда-то полетело. Вот сейчас мы махнем. Сейчас я возьму что-нибудь 10-граммовое, даже можно поменьше. Вот мой любимый, очень сильный любимый трикорольчик. GT, который летит довольно далеко, идет поверху, ну, и как бы рыбу ловит. Вот. 88-й SRF GT. Вес у него как раз примерно, там, ну, в районе 9-ти грамм. То есть, чуть-чуть ниже минимального теста этого спиннинга, но, поверьте мне, я уже пробовал он справиться. Смотрим, как бы, заброс. Особо я показывать там в забросе ничего не буду, потому что здесь, наверное, либо мы делаем обучалку по забросу дали, чего на самом деле в планах так и есть. Вот. Либо мы уже просто там, условно говоря, смотрим пока и смотрим, что получается. Вот. Я просто махнул, и оно просто полетело. Собственно говоря, все. Причем полетело достаточно далеко. Делаем проводку. Вот они, подергивание. Ничего никуда, естественно, не вылетает. Не пролетает. Рыба, правда, не клюет еще рано. Ну вот, на довольно толстой плетенке, а на девятке у меня стоит шнур 1,25. Я здесь не мелочусь. Вот. Мы получили заброс примерно в районе 35-40 метров. И это 9-ти граммового губера. Вот смотрим еще раз. Так спокойно, спокойно махнул. Вот оно у меня полетело. В принципе, туда, куда надо. Вот. Почему такая плетенка толстая? Ну, потому что, на самом деле, давайте понимать, что мы не на стадионе, мы не в луже. Вот. И когда ты реально ловишь там, как бы, рыбу, ну, особенно крупную, да, а все-таки девятка – это прицел под серьезную рыбу, под крупную приманку, то плетенку-то лучше ставить не совсем тонкую. Если у меня на 862-й модели стоит 0,8, то здесь 1,25. Хотя, конечно же, во время испытания на дальность это скажется. Кину я ближе. Вот. Ну, ничего, мы переживем. Самое главное, что приманки, как бы, целы, и рыба не убежит. Из-за того, что нам придется просто тупо там стравливать леску, чтобы она не провала, если крупная что-то сядет. Так, показываем дальше. Значит, вот мы попробовали сейчас все вот это вот добро. А теперь посмотрим его вверх. Специально под это дело у меня есть один боевой воблер. Называется Мегабас Каната. 30 грамм. С лишним, по-моему, там 31, она что ли весит. Короче, это вот у нас, по моему пониманию, разумный максимальный вес судачьего воблера. Да, это под хорошего судака. Это не под Москварику, однозначно. Но, как бы, Москварикой у нас Россия не кончается, слава богу. Есть еще места, где можно вот ночью, на каком-то там несильном перекате, плавить вот такими уберами. И самое главное, поймать. Вот он, заброс. Легко, непринужденно, далеко. Ну, заброс-то ладно, с ним все понятно. Теперь смотрим проводку, смотрим, как у нас работает вершина. Мы же не просто так ведем, да, мы ее, в принципе, зачастую анимируем. Вот, 32 грамма. Вот так она у меня гнется. Она достаточно быстрая для судака проводки. Я просто имитирую более сильное течение. Здесь она есть, но не очень сильная. И вот так мы его можем совершенно спокойно, четко анимировать. То есть, свои функции по анимации максимального веса девятка Фенриер также великолепно выполняет. Но, собственно говоря, удивляться не стоит. Для этого оно и было сделано. Все, разрабатывалось и разрабатывалось не один год. Вот, теперь еще немаловажный момент по катушкам. Сразу хочу сказать, там, для любителей, там, фанатов баланса-небаланса, что ставлю я. Значит, на Фенриер девятку я ставлю размер по дайве трехтысячной. У меня сейчас конкретно, не трешка, у меня стоит 2500, но R. Это облегченный маритан, 2500R. Смотрим точку баланса. Вот ровно там, где у нас хуйки. Вот она. Наверное, фанаты баланса скажут, что ох-ох-ох, мы хотим вот здесь. Но, ребят, пожалуйста, вот сюда лишний груз, более длинную рукоятку, там еще что угодно. Вот, я считаю, что вот такой баланс вполне позволяет работать, там, день, два, три. И если у вас там хоть чуть-чуть какая-то физкультура была, рука у вас, в принципе, не устает. Вот, по более младшей модели 862-й, туда я предпочитаю ставить размер по дайве 2500. У меня сейчас там стоит CRT 2500. Вот, в принципе, баланс находится ровно там же, вот на этой вот точке, где установлены хуйки. Не идеал, но и, собственно говоря, как бы ни зашквары, ни пазующие. То есть я, по крайней мере, за вот несколько дней, там, недель, не знаю, потому что свиньки меняешь, регулярно, все равно пловешь. Вот, никаких проблем с дисбалансом не чувствовал вообще, от слова совсем. Собственно говоря, на этом, наверное, все, потому что, ну, много рассказать, как бы, тут лучше показывать. Вот, поэтому рыбку мы вам покажем в конце или не в конце, вот. Все-таки на них немножко поймано, вот, хотя это какой-то плохой был по судаку, мне не сильно нравится. Что-то такого приличного. Вот так вот работает козир, который вы сейчас наруйно вываживает. Ночная ловля, собственно говоря, для чего и сделан. Лубер. И монстр. Кто там у нас? Вот так. Тучи осени. Я-то думал сюда, что это жабенок. Лубер Шакаловский 88 SRF GT, который Трикорол. Летит далеко, и нарубит слойка. Ужас! Покатили нормального судака. А это вот работа значит. А вот. Правильно фенерирует, а другие веточки. Будем дать шок. Смотри. Правда. Мы сейчас стоим на большой глубине. Большой для такого, для такой рыбалки. 4 метра. Вот МСК джерк. Логикравцовский. Все-таки она сила. Ну так. Зачетная палочка-то. Целое бревнуло. Вот тебе легкая палочка-то. 23 грамм. Смотри, как говорила. Ну, больше меня. Хороший трофейчик, да? Брюно, даже не знаю, какой длины. Вот 2 метра вижу. Что-то там еще плана. Самое интересное. У меня спиннинг. 23 грамм. Я его вытащил. Вроде там принято. Палки ММАШ. Аш. Какие? Мочка. ММАШка. 23 грамма. Итак, бросок на дальность. У меня в руках Финлира 842 ММАШ. С тестом 7,23. Вот колебалочку я послал вот такую жереховку. Одна из моих любимых по жереху. Вес у нее 21 грамм. Плетенка 0,8. Катушка с РТ 2,500. Кидаем. Посмотрим, насколько улетит по берегу. Есть. Давай. И вот мой компаньон Даня побежал. Естественно, там есть легкий ветерочек. У нас петелька получилась небольшая. Но специально выбрали погоду без ветра практически. Вот смотрим, насколько реально улетела приманка. Берем дальномер. Так. Даже не той стороной взял. 71 метр. Вот 71 метр 21 грамм. Без особого, правда, напряга. Я там не упрыгиваю из штанов. Вот. Сейчас попробуем еще разочек. Просто ради интереса. Насколько можно это дело улучшить и увеличить. Хотя для 20 грамм, 70 метров заброса, так не сильно напрягаюсь. То есть видно, что я не вкладывался прям совсем в заброс. Вполне себе ничего. Сейчас повторим. Еще разочек. Получится превысить. Я сейчас попробую кинуть посильнее. Правда, могу немножко в точности потерять, но надеюсь, не сильно. Так. Дубль два. Дубль два. Ну, примерно такая же дальность. Сейчас нам Данька сбегает, посмотрим. Можно даже не смотреть. Те же 70 метров. Ну-ка. Нет. Тут что-то вам показывает сильно больше. 94. Стой еще раз. Стой, 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 стой. Стои. 71. А, вот, нормально. Да. 70 метров. То есть, что мы увидим, на самом деле. Вот такой вот заброс. 70 метров, совершенно спокойно, 21 грамм улетает. Кребалка. Кто-то сейчас, конечно, скажет, что это мало. Ребята, вы, наверное, возьмите на берег, придите. Потому что я уже очень много людей встречал. Ну, собственно говоря, доказывал многим людям, что все их феноменальные, супердальние забросы за 100 метров, там, 20 грамм, там, 25 грамм, это не более чем сказка. Конечно, можно немножко выжить больше. То есть, если мы поставим плетенку 0,6, мы кинем, ну, подальше. Ну, это будет разница, там, 5-7 метров. Смотрим второй спинник. Второй спинник у меня сейчас будет Fenrir 902. Он немножко более оптимизирован под именно дальние забросы. Я об этом уже говорил. Но там у меня стоит довольно толстая плетенка. То есть, реально, условия боевые, супер тонкие плетенки, да, там, архиважного дальнего заброса я не ставил. Плетенка стоит 1,25. Смотрим. Так, 30-граммовая дайвовская колебалка Silver Creek. Очень хорошо летит. Ну, кажется, немножко хуже Космастера, но неважно. Мы сейчас, как бы, тут не сильно на дальние заморачиваемся. Я просто показываю, что может быть. Как бы, что можно сделать с этим спинником. Плетенка, я уже сказал, 1,25. 30 грамм. И Fenrir 902 MH. До 32 грамм. Сейчас пульнем. Готов бежать? Да. Пуляем. Эх, чуть правее взял. Данька, через кустик придется бегать. Чего страшно? Ну, давай, беги. Ну, улетел подальше, ощутимо. Так, сейчас померяем. Сейчас померяем. Сейчас померяем. Сколько там, Данил, это? 83 метра. 83 метра. Сейчас повторим. Еще раз хочу сразу подчеркнуть. Я не вкладываюсь и не пытаюсь поставить там рекорд по дальности. Вот, именно специальной целью, задачей вот этого вот видео показать, что особо, даже не сильно подготовленной снастью, например, под дальний загруз, да, можно же 0,6 поставить, а то и тоньше плетенку и сделать, как совершенно так, флировый поводок потолще. Вот. Даже без вот этих тех ухищрений можно кидать довольно далеко. То есть, все-таки 80 метров, это неплохо. Но сейчас попробуем кидать еще подальше. Не знаю, получится, нет. Так, ну, собственно, дубль два. Дубль два, Fenrir 902, MH, до 32 грамм, 30-граммовая колебалка, плетенка 1,25. Даже мне, конечно, чуть поближе полетело. Я специально не сильно поднимаю вверх при забросе. Все-таки надо учитывать реальную рыбалку, а не то, что, как обычно, на стадионе кидает. В реальной рыбалке небольшой ветерком у вас так снесет леску, что никакой проводки в первое время даже может не получиться. Поэтому все в боевую. Так, а, ну, даже можно уже не смотреть. Дистанция примерно та же. То есть, вот они, те же 80 метров. То есть, что мы имеем? На самом деле, не сильно не напрягаясь, не выпрыгаясь штанов, так чуть-чуть продавливая спиннинг. Можно спокойно достать, там, 80-85, там, ну, не знаю, наверное, в более-менее идеальных условиях, там, 90, а то и больше метров. По ветру можно, конечно, кинуть дальше. Сейчас ветра нет. Вообще полный штиль. Специально вот выбрали такую погоду. Вот. И поэтому теперь четко понятно, насколько далеко эти спиннинги реально кидают, как бы, калибрующиеся блесты. То есть, вот, 80 с лишним, подпрыгнув можно дать 90. По мне, достаточно вполне, потому что, еще раз, как бы, напоминаю, что длина 2,70. Это не трешка и никак не 3,30. Которую, кстати, надо тоже уметь правильно кидать. Вот. Соответственно, я считаю, что эти результаты, как бы, для спиннинга, который, в принципе, сделан для дальнего завоза, вполне себе ничего. Потому что, все, что, если мы хотим кинуть сильно дальше, нам нужно увеличивать резко длину, а это уже неудобно в других вариантах ловить. Ну и, соответственно, уменьшать диаметр плетенки. А это хорошо на стадионе, но никак не на рыбалке, где можешь сесть чуть-чуть, там, зачетно. Последний раз ловил, ловил, кидал, кидал. Там, жерешки, кило, 2, потом хлоп, 4, 5. И что дальше делать будем? С плетенкой 0,5. Вот. Собственно говоря, вот, дистанцию мы посмотрели, специально снимали впрямую, чтобы не было никаких склеек, ничего. Все, прям вот честно, как забрасывали, как бежали, как измеряли. На этом, наверное, все. Надеюсь, вам понравилось. Как бы, если понравился Finrear, вот они пока еще есть. Ну и, собственно говоря, будут, серия только появилась. Вот. И не хвастал, не чешуй. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok